Нижегородская компания Промтех, что занимается выпуском специальных версий Лады, представила новые модели из собственного семейства Куб. Это легкий фургон на базе Гранты и внедорожный минивэн на агрегатах Нивы. Что касается коммерческой Гранты, то автомобиль получил удлиненную колесную базу, обзавелся задней рессорной подвеской, а за двухместной кабиной появилась грузовая надстройка из стальных труб и композитных панелей. Этот автомобиль рассчитан, собственно говоря, от малого предпринимательства до больших корпоративных потребителей. Кто перевозит небольшие грузы, это экспедиторские компании всевозможные. Плюс этот автомобиль на самом деле имеет целую линейку исполнений, то есть от медицинского исполнения, от автомобилей медслужбы, автомобилей скорой помощи до различных лабораторий и так далее, где нужен недорогой автомобиль, достаточно таким широким функционалом. Первый экземпляр грузовичка оснащен стандартным ВАЗовским восьмиклапанником от дачи 90 сил. Однако, понимая, что коммерческой технике нужны более солидные показатели, в Нижнем Новгороде рассматривают вариант форсировки мотора. Мы работаем над тем, чтобы увеличить мощность двигателя до 116 лошадиных сил, потому что автомобиль физически имеет грузоподъемность в одном исполнении 600 кг, в другом исполнении 900 кг. Нужен более мощный двигатель. В Промтехе сейчас подыскивают партнера, который поможет нарастить отдачу атмосферного агрегата. В списке возможных кандидатур значатся тольяттинские, московские и нижегородские компании. Второй новинкой нижегородской компании стал трехрядный минивэн повышенной проходимости, созданный из Нивы Ледженд. Для создания этого автомобиля исходный внедорожник пришлось удлинить на целый метр. Первый автомобиль сделали мы, это он был Лармс Куб. Естественно, кому-то нужен автомобиль с полным приводом. Это нормально в нашей стране. Был создан автомобиль. Судя не сказал, придуман, хотя бы придуман, потому что он создан. Нива Куб. Под капотом модели установлен мотор ВАЗ-21214, форсированный до 106 сил. Кроме того, в промтехе раздумывают над установкой турбины. Грант о самом простом исполнении – это промтоварный фургон. Сегодня стоит миллион шестьсот. Нива она будет чуть подороже. Где-то на сто тысяч дороже. Кстати, полная масса представленных автомобилей не превышает двух с половиной тонн, что позволит им въезжать внутрь третьего транспортного кольца Москвы. КОНЕЦ